Объединение экономических потенциалов Минска и Москвы станет хорошим ответом на санкционное давление Запада, заявил спикер Нижней Палаты Парламента Владимир Андрейченко, открывая осеннюю сессию. Сегодня депутаты приступили к законотворчеству, парламентарии должны подключиться к решению этой важной задачи. На это депутатов и сенаторов ориентировал глава государства. Вопреки непростым условиям, белорусская экономика прибавляет, и предстоящая работа парламентариев будет направлена на улучшение условий хозяйствования. Главным образом для национального бизнеса. Беларусь приветствует инвесторов, но работать на нашем рынке они должны честно и добросовестно, уважая требования социально ориентированной экономики, подчеркнул спикер. Это наш бренд, и мы обязаны сохранить сильную социальную политику. А для тех, кто ведет работу, направленную на подрыв национальной экономики, Беларусь ответит жестко. Парламент на этой сессии уже проголосовал в первом чтении за введение уголовной ответственности за призывы к введению санкций против нашей страны. Всего сегодня на повестке порядка 10 документов, среди них и законопроект об изменении Конституции Беларуси. Депутаты его уже приняли во втором чтении. Это первый шаг, конкретный уже, по внесению изменений в действующий основной закон Республики Беларусь. Конституционная комиссия единогласно высказалась за то, чтобы в стране был введен, и предусмотрена это была новой редакцией Конституции, единый день голосования, на котором депутаты всех уровней могут быть избраны единовременно в один день по всей стране. Здесь есть не только финансовые, но есть и политические моменты. Это позволит общественным объединениям, политическим партиям, единым фронтом идти и не только какие-то общие лозунги и предложения вносить для наших граждан, но и конкретное их претворение для местных органов, для того, чтобы все уровни депутатского корпуса могли действовать слаженно в контексте той политики, которая определена неким политическим движением. Всего же на осенней сессии депутаты планируют рассмотреть 20 законопроектов, в том числе поправки в Уголовный кодекс, законопроект о туризме, кодекс об образовании и другие документы.